Наверное, пора бы ей уже подкачаться и переключиться на что-то более интересное, чем Нурлан, выйти из бытового окружения, ну и видите, телевизионный проект, зачем то, что есть в Инстаграме, переносить на телевизион, когда есть это в Инстаграме, что-то новое показать. Очень много проектов, именно предложение поступает по поводу «Безумной женщины», и этот проект меня зацепил тем, что сам формат и дух именно самого персонажа очень сильно совпадает с «Безумной женщиной», который должен был быть, потому что по сценарию там должен был быть совсем другой человек, но по духу очень близко к «Безумной женщине». Самый вкусный эпизод, который я жду, это с Дельна Сахмадиевой, там, где они голодали, и экзорцизм серия. И еще пару эпизодов, я не помню, честно, но мы прямо на площадке смеялись, и мы прямо хотим посмотреть по быстрее серии. Мы привезли этот парик с Таиланда, когда я его там увидел, я сказал, его надо захватить с собой на всякий случай, наверное, в Алма-Ате мне это пригодится. Потом вышел фильм «Пятьдесят оттенков серого», и мы решили снять пародию на этот фильм, им нужно было создать страшный персонаж. Мы его сняли, персонаж почему-то безумно всем полюбился, я даже о нем уже забыл, через две недели, три недели люди под другими вайнами писали, а где тот персонаж с этими кучерями, волосами, говорит, очень интересно, надо с ним продолжить вам. И тогда я подумал, да, действительно. Отличие Нурлана и «Безумная женщина», наверное, заключается в том, что юмор более взрослый, бытовой, семейный. 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 Ко многим. Ко многим женщинам, ко многим мужчинам, поэтому аудитория у меня, и у Шакенти, и у «Безумной женщины», она постарше. Я не хочу обидеть других ребят, но, в смысле, у каждого есть свой формат, у каждого есть своя аудитория. Вот, и другие ребята снимают, а очень круто, мне нравится, мы общаемся с друг другом, но я понимаю, что то, что мы снимаем, они снимать не будут, то, что они снимают, мы снимать не будем. Качественный юмор – это, знаете, такое размытое понятие, почему? Потому что, что такое качественный юмор, до сих пор сегодня вам никто не объяснит. Потому что иногда мы снимаем вайны на пошлую тему, но подача очень грамотная бывает. Кто-то говорит, это очень качественно, кто-то говорит о том, что это не качество, это пошло. Да, и поэтому определить и сказать о том, что вот мы делаем качественный юмор, я не могу сказать. Но в то же время я не обижаю себя, я считаю, что мы делаем достойные ролики. Ну, раз уже, миллион подписчиков уже. Доставать Нурлана. Доставать Нурлана, окей. Да. Она же сидит, планы разрабатывает же. Что самое интересное, с фитнес-тренером то же самое. Она каждый раз что-то придумывает для того, чтобы либо унизить, либо поиметь какую-то выгоду с ним. И здесь такая же ситуация. Она сама себе кумир. Сама себе. Да. Сама уверена. Поэтому она безумная. Продолжение следует...